Итак, всем привет, с вами Карсенган, и мы продолжаем проходить визуальную новеллу Бесконечное лето, а именно мод 7 дней лета, изначально к которой мы шли на Микурут. Основились мы на том, как мы пришли уже четвертый день, утром, в музыкальный кружок, где выдали Мику ей помещение на нужды диджи-жокея. Однако, оно, видите, в не очень хорошем состоянии, и мы решились с Мику как бы улучшить состояние данного помещения и прибрать его. Заодно параллельно расскажу, почему я так долго отсутствовал, да хотя, зачем медлить, я сейчас параллельно буду рассказывать. Бросил я, намечая первоначальный маршрут. Банки зелености и класс реактивами, по непонятным причинам, разбросанные по всему помещению, заняли свое место на второй полке шкафа, в тесном соседстве с паяльными предельностями. Так, ладно, первая строка пошла, почему же отсутствовал? Причина банально простая, пошли модули, пошли контрольные, пошли сдачи домашних заданий, и поэтому я тупо не успел записать видео. Поэтому прошу прощения. Плюс еще пару проблем с компьютером решал, ну, не совсем проблемами, просто соседи у меня очень любопытные, и на основе, опять же, много всего ненужного. Сейчас я это все почистил, теперь уже реклама не будет выползать, как было в некоторых моментах, там где как бы что-то обрезалось, но это я грамотно вуалировал. Сейчас же все должно быть получше. Так, продолжаем. Мику некоторое время непонимающе смотрела на меня, но вскоре спохватилась и прошлась по комнатке с миниатюрным смерчем. Миниатюрным смерчем. Собирающим бытовую химию, место последнее нашлось на полке номер 3. Да уж, непривычно читать, когда ты немножко отвык. Целую неделю не читать именно визуальные новеллы или вообще что-то либо. Плохо. А ты решительный? Воскликнула она на три тона ниже. Люблю таких. От ее слов по моей спине стройными рядами промаршировал особо крупный табун мурашек, но я запретил себе отвлекаться. К ней я убрал на верхнюю полку, где ждал своего зрителя целые импровизированные видео Клондайк с вещей с кассетами. Фильмы. Я оглянулся и удовлетворенно кивнув, разглядев видео двойку. Смотреть. График никто ни для кого не отменял, а я начался как минимум с обеда до полтника, у нас будет пара часиков на то, чтобы что-нибудь посмотреть. Ответив в голове этот момент с огромной зеленой галочкой, я сфокусировался на следующей части... ээээээ... В банках с краской, в ведрах, жизненных контейнерах, с чем-то хрупким внутри. Даже заглядывать не стал. Место для них нашлось в платьяном отделе, где, похоже, жизни платьев не водилось. Зато там был скадан матрас, придавленный тюком с непочатым серым казенным бельем. На случай, если придется заночевать. Любопытно. Славя вообще в курсе? Хочешь пойти и рассказать ей об этой находке? Фыркнул внутренний голос. Разумеется, нет. Я еще не настолько сошел с ума. Значит, занавеску плавно право перемести, а то это ты у нас здесь отличаешься полным отсутствием моральных принципов. Мику вполне может оказаться куда щепетильник. Прислушившись к совету, я элегантно оттеснил потенциальное место пиратского ночлега в темный уголок, делая вид, что всецело увлечен расстановкой контейнеров. Последние, кстати, освободили место в квадратной полке, куда, как в родной, стал панасоник. Дальше уже было совсем просто. Медленно. Конечно, зато наверняка. На улицу с тихой сапой отправились поломанные табуретки, пустые коробки, рваные карты, тубус какой-то графитовой... Да, графитовой трухой внутри. Велосипедное колесо. Кстати, вот оно. Мне как-то попросили стараться курсу отдалять, чтобы не мешать любоваться краевидами всего. Всех девочек и вообще бэкграундами. Велосипедное колесо, доски и светомаскировочный фанерный щит. Красному знамени самое место было в основном помещении. Как ни крути, это практически религиозный символ для местной молодежи. После того, как мы прошлись влажной тряпкой по поверхностям, намыли литой бетонный пол с куцым ковриком посередине и закрыли шкаф, помещение превратилось в нечто вполне себе пристойное. Ну вот. Отряхивая руки, закручил я. Осталось только аппаратуру поставить и... Мику, мы с тобой молодцы. Да. Колесо дав пять по поставленной ладони, согласилась она. Хотя, конечно, это вчера надо было сделать. Согласна. Только сейчас я вдруг запоздал, вспомнил, что кое-кто уже меня за дверь за спиной открыл. Ольга Дмитриевна. Довольны с тобой, наверное? Сорвали сроки, опозорили на час, опозорили меня. Теперь пальцем показывать станут, мол, смотрите, даже радиовещание ладить не сумели. Но мы же... Молчи! Про твои несоблюдения графика мы позже поговорим. Но ты-то, Хатсуны, почему ты с девяти утра на ногах и только сейчас все закончила? Простите. Бесцветным голосом ответила Мику, потупясь. Сделал такой... Я не знаю. Все-таки такая эмоция, она отчасти помогает, потому что... Ну а что? А что говорить в данных ситуациях? Проще притвориться идиотом, чтобы потом не вызывать таких подозрений. И это все, что ты можешь сказать? Значит, мне на планерке, когда директор спросит, почему я со сроками облажалась, так ему сказать. Простите, Ольга Дмитриевна, но ведь мы... Да знаю, что вы, из-за того, чтобы выполнять партийные задания, на танцы пошли. Да как у вас только ноги не отнялись. Так. Этот цирк начал потихоньку меня доставать. Никакого партийного задания мы не получали. Мы есть на добровольных началах. Если вам что-то не устраивает, можем уйти. Кажется, мое нежелание посыпать... А, кажется, мое желание посыпать... А, да ё-моё. Кажется, мое нежелание посыпать голову пеплом, немного удивило вожатую. Я говорю за самого себя, но не сомневался в том, что Мику меня поддержит. Мы привели помещение в порядок, которое, по идее, должен был привать кто угодно другой, так как нельзя совмещать труд ведущего уборщицы, а вы вместо благодарности нас грязью обливаете. Ничего сказать не хотите? Сказать? Я дала задание кибернетикам еще вчера перед ужином. Они нашли вас, но, кажется, не самых лучших. Лучше бы я Славю назначила. Так я и поверю, что ты добровольно откажешься от своей лучшей помощницы. Так, значит, вчера нам нужно было место ведения танцев, поиска ведущего и помощь с организацией площадки, послать всех и заниматься уборкой помещения? Я ничего не путаю. Именно! Вам сказали, что радио это... Что ж такое? Извините, заикаюсь. Запинаюсь. Ну, просто не могу не передать, как бы такой рык вожатый, который с пены у рта доказывает, а вы должны, вы обязаны. И именно вам сказали, что радио это престиж лагеря, а если не сказали, то могли бы сами догадаться. Кажется, это была та самая последняя соломинка, что переламывает хребет верблюду. Весь мир сузился до двух темных туннелей, отбрасывая меня назад, ударяя изнутри ярости по переносице. Я набрал в грудь побольше воздуха и закашлялся, когда Ольга уже в своей обычной диалоге завершила раздачу серик. И что это за непотребство на тебя надето? Блин, ну сама же сказала, что до обеда видеть меня не желает, что еще надо? Это непотребство выдали мне лично вы. И это вид ответил я. Лично в руки. Правда? Улыбчато пришлилась вожатая. В первый же день. Надо полагать в грязи, траве и непонятно в чем еще измазана тоже ее я. Что? Кругом на склад за новой формой, шагом марш? И не забудь написать объяснительную. Я запоздал, оглядел себя и понял, что все это время проходил в измятой грязной рубашке. Видимо ночная охота оставила на ней свои отметины. Как и бетонные плиты на твоем животе. Хохотнул внутренний голос. Дополнительные нотки в натюрморт носила техногенная грязь и пыль, вкупе с паутиной и непонятно откуда-то взявшейся селитрой. В двух словах, видок у меня был тот еще. Упс. А за что объяснительную? Спросишь у фексистовой на складе. Она объяснит. А ты, милочка, чего сидишь? Ольга мгновенно забыла о моем существовании, переключившись на новый объект в приложении своей педагогики. Бедная Мику. Как никогда мне не было жалко свое морское солнышко. Но в данном случае самым мудрым решением было как следует сделать, как требует злобная вожатая. А потом, поймав ее замученный взгляд, благословившись хивком, я просочился на улицу, просочившись, а просочился, на улицу и потопал в сторону склада. Времени до обеда оставалось все меньше. Значит, едва ли Мику заставят устраивать завещание прямо сейчас. Что ж, тем выше шанс пересечься на обеде. Скажешь, зачем ты этой девочке прицепился? Эээ, она симпатичная. А что? Симпатичная? И это все? Этого уже немало. Ну явно недостаточно для того, чтобы становиться на зоне длинных. Ты хотя бы примерно представляешь, как выглядит твое поведение? В полном соответствии с рассказом Мику о том, как она общается, берет человека и выжимает его до суха, после чего без сожаления расстается с ним, так как тот больше дать ничего не может и не хочет. Немного поколебавшись, я повернул направо, ой, микрофон отъехал, свернул направо, сразу за зданием кружков, направляясь к югу. Но здесь немного не так, возразил я. Меня не интересует то, что она может дать мне. Что, правда что ли? Нет, то есть, конечно же, интересует, но... Но не интересует. Хотя интересует, но нет. Прекрати, не хватало мне еще шуткующего подсознания. Я наконец собрался с мыслями... Ты собрался с мыслями, говоря с мысленным голосом? Да уж. Для меня куда важнее то, что могу дать ей я. Если ей со мной интересно и не слишком обременительно, это куда важнее, чем то, что она живопредставитель экзотической страны. И вообще я слышал, что японки умеют такое... Эй, эй, это моя прерогатива, пошли тебе такие мысли думать. Да что ты? Мимо пропадал домик Алисы и Ульяны. Из кустов, которые... А... Которые были слишком густыми, чтобы являться самым настоящим самодневным насаждением. Доносились гитарные переборы. Главная хулиганка и главная боль всего... Ой... Назад. Главная боль всего лагеря на миг позволила себе сбросить маску вечной хабалки. А ведь хорошо играет. Главное не говори ей, что слышал это. Отомстит. Да, с Алисой лучше не шутить. Склад находился в самом сердце лагеря. У столовой. И если бы я так дефилировал свои перепачканные в рубашке, то, полагаю, уже создал известное РНМ о том, как здесь ходят пионеры. Не к месту проснувшаяся ответственность завернула меня в обход через лодочную станцию. По ничейной территории, отмеченной галечным пляжем и видной косой, вдающейся далеко в залив. И дальними тропами мимо пляжа и волейбольного поля. К знакомому же сарайчику с нелепо пристрелившейся постройкой, запертой на огромный амбарный замок. По счастью, мне было не туда. Обогнув здание слева, я направился к двери, где в первый же день получал комплект постельного белья. Не к месту вдруг вспомнились неприкосновенные запасы у кибернетиков. Туда бы еще консервов каких, и можно жить, не выходя из дома. Тебя хлебом не корми, да и посочевать. А что не так? Да я бы в космос полетел в первую очередь за то, что там, только там возможно настоящее одиночество. Набрал бы дисок, флешек с информацией, играми, музыкой, книгами. Ты знаешь, что 300 мегабайт текстов у меня на телефоне включает в себя в порядка двух с половиной сотен книг. И не самых маленьких. В среднем 2-3 на прочтение уходит. Концентрированное знание 300 мегабайт включает в себя пищу мозга на 2 года чтения в режиме нон-стоп. И на миллионы километров не единой живой души. Только я, моя станция. Исаля Алис, ага. Как думаешь, как долго ты продержишься, если однажды между гермостворками обнаружишь те самые полтора метра неукротимой нежности? Сколько угодно. Ведь об этом я всегда мечтал. Серьезно? А куда денешь это? Только сейчас я заметил, что я все еще стою на пороге и занеся руку для стука. Не успел. Накатило лавины, сбиваясь ног. Вытравляя из легких остатков обедненного воздуха желто-коричневый вечер нуля по Гринвичу. Целующие асфальт облака, наносящие на уровне вздоха виск тормозов удар. Мы рассыпались как кегли. И если бы не дурацкая размолвка, а я всегда иду либо чуть спереди, либо чуть сзади, когда мы ругаемся, то угол бы пришелся бы на меня. И вполне возможно, что в эту историю рассказывал бы не я. Ругань в посольстве, подключение каких-то непонятных родственников и связей. Эти недели я ловил сырой, как сырой мох побелевшими губами. Так, что-то я не совсем понял смысл этого диалога. Так, давайте. Это про что совсем вообще? Так, стоять. Так, ну, я всегда об этом мечтал. Серьезно? Угу. Ну, что-то, в общем, какая-то отсылка к жизни, возможно, и просто я не понял, возможно. Не мог сделать вдох, и делал только что потому, что так надо было. О, с каким удовольствием я вытравил в своей жизни это надо, много постфакту. Когда перестало дергать, и выход в петлю перестал быть таким притягательным. Сумеешь что-то двинуть это все, как несуществующее? Сумеешь? А что нет? Это же не синтет долбаных, не грубая китайская подделка. Просто воплощенные в жизни осколки прошлого. Что ж, а как же тогда Мику? Мику здесь, космос там. Соляриса не существует. Закрыли эту тему. Пойдите. Позвало Слави изнутри. Возможно, это была история, как он не прошел. Если мы помним, если точно не изменяет память, Локи не смог полететь в космос, так как у него проблемы были с почками. в общем, какие-то проблемы у него были, или сердце. Нет, вроде почки, так как он рассказал, что ранняя жизнь его довела. Его развернули. И загубили мечты о космосе. И он именно рассказывал об этом. Ну, возможно, просто я, возможно, не понял. Иногда Сим Дэл делает, ну, слишком заумудренные тексты. Иногда не совсем понимаешь, о чем читаешь. Либо я слишком быстро прочитал. Что может быть одно и то же. Так, теперь возвращаемся к реальным лагеря и получениям новой формы, так как, извините, с таким видом ходить по лагерю не очень-то. И хорошо. А тем более обжиматься с Мику. Позвало Слави изнутри. Славя сидела за рабочим столом и что-то писала на желтой разлинованной бумаге в огромной учебной книге. Увидев меня, мгновенно поднялась и в своей обычной манере неотразимо улыбнулась. Привет, ты с чем ко мне? Тут она, наконец, обратила внимание на мой вид. Семен, что с тобой произошло? Блин, я половину дня проходил так и ничего. Я, это, глупо улыбнулся я. Упал и попачкался. Кошмар, ведь только же вчера вымылся. Она сокрушенно всплеснула руками. Стой здесь. Исключающим ослушанием тоном велела она. Искрылась где-то в полумраке между полками. А вот столовой уже доносили сигналы горна. И ушла. Ну и вообще замечательно. А если она на обед уйдет и меня тут забудет? Значит, будем стоять здесь, пока их святейшество не разрешит отмерить. Неделю, если потребуется. Ну, спасибо, очки мрачная зануда. От тормоза слышу. Скидывай, скидывай грязное. Сказала она, вручая мне комплект свежей, необмятой формы. Поверить не могу, что я согласился на себя надеть такое. Ей это с ее идеальной формой легко было говорить. Глядя на славяну, мне иногда казалось, что ее окружает эдакое грязеотталкивающее поле статического электричества. На самом деле, как еще можно объяснить, что она с утра прыгает с метелкой на площади, потом помогает на спортивной площадке, а перед обедом бежит сюда, водится с бельем, и при этом умудряется оставаться все такой же у нее чьи-то не пачканье. Что это за сумма репертуарь? Репертуаре. Репертуаре, блин, что у меня с ее знаком сегодня. Интересно, мне перед ней раздеваться? А то, если заметить приступ асфальтовой болезни на животе, на обед я попаду очень нескоро. Чего ты замер? Раздевайся. Я бросил красноречив взгляд на нее, намекая, что мужчины настолько близко знакомы. Что? Мне при тебе раздеваться? Кажется, намеков она в упор понимать не хочет, ну или просто издевается. Ты что, стесняешься? Она рассмеялась в голос, глядя на то, как я краснею. Славя! Все, все, иду. Она направилась обратно к полкам, и я, наконец, смог разоблачиться. Теперь быстро. Раз, два. Галстук расплесся, как живой. Рубаха полетела на пол, вслед за ней полетели шорты. Руки немного подрагивали, когда я вытаскивал булавки, удерживающие рубашку на картонке. Да еще и смех этот. Тресты у тебя смешные, в медведика. Хвала рандому, в этом мире не слышали о педобире. И судя по смеху, им достаточно и того, какой у тебя медведь на семейниках нарисованный. Если ты не поторопишься, будешь иметь бледный вид. По-моему, она уже видела все, что хотела, судя все по тому же смеху. Так-то оно так. Но если сюда на огонек пожатая зайдет, проверить, как исполнено ее поручение. И кто-нибудь из проверяющих, тот это смех убудет. Ты не помогаешь! Новые шорты были жесткими. Я не мог отделаться от впечатлений, что пытаюсь влезть в какой-то деревянный саркофаг. Точно-точно, в макинтош, если быть более точным. Как раз его и примеришь, если кто-нибудь зацукает тебя. Ты можешь шевелиться? Я пытаюсь! Запрыгав на одной ноге, я едва не развернулся. А, не навернулся. Развернулся, навернулся. Не знаю, надо серию будет назвать Великие Недочеты Карсенгана или Как я хреново читаю. Придеть ногу в штанину. Но, наконец, справился с этой нелегкой задачей. Если ты закончил дурака валять, я выхожу. Раздался голос активистки. Мне еще несклад закрыть и успеть хотя бы к концу обеда. Да, я закончил. Скотав грязную одежду комом, я бросил ее в корзину, где уже ждали своего часа несколько комплетов чьей-то формы, перепачканной красной краской. Красная краска, что-то знакомое. Долго же ты? Как в армии служить с таким одеванием пойдешь? А меня по здоровью не взяли. Чуть-чуть не ляпнул я, вовремя вспомнил, что для моего нынешнего тела все те военные мытарства как раз-таки еще предстоят. Что-нибудь придумаю. Отрезал я. Пропускать обед тоже совершенно не улыбалась. А если ты перестанешь надо мной смеяться, то мы еще в столовой успеем. Прости, ничего не могу поделать. Ты такой забавный, когда смущаешься. Захлопнув дверь и щелкнув новомодным пружинным замком, Славя скомандовала. Вперед, на штурм столовой! Просто промолчать. Мы не идем на нашу горчо любимую активистку, поэтому нам это и не нужно. Я послушно кивнул и позволил увлечь себя в сторону здания столовой, находящейся по соседству. Двери распахнулись перед нами, и мы еле-еле успели отпрянуть, пропуская мимо табун сытых пионеров. О! Так, я опять на середину. Я прошу извинения. Просто привычка уже. К моменту, когда мы подошли к столовой, там уже почти никого не оставалось. Мику тоже ушла. Усадив меня, Славя скрылась по ту сторону раздачи, и несколько минут там пропадала, явно договариваясь о пропитании. Я же уселся на место, которое всегда себе хотел, но никогда не мог занять. Вожацкое. У самой-самой раздачи. Удобно же. Цапнул под нос, потребил рацион, отнес, и поскакал дальше по своим делам. И все это в пять с половиной раз быстрее, чем требуется обычному пионеру. Плюс отсюда очень неплохо просмотрела столовая. При желании можно было бы следить за своим отрядом, не отрываясь от борща. Наконец себя я явила миру моя Валькирия, которая же во второй раз спасающая меня от голодной смерти. Она распахнула дверь ногой, балансируясь под носом в руках, на котором исходили ароматным паром две тарелки в соседстве с бессмысленным компотом из сухофруктов. А, не бессмысленно, бессменным. Или бессмертным. Черт. простите меня. Ну, простите, я пытаюсь, но все-таки выход из такого как бы темпа своего, когда я писал, то есть я доделал свои дела, записал серию, доделал дела, записал серию, доделал дела, записал серию. Тут же не получилось у меня просто-напросто, я отвык. Приходится опять разрабатывать язык. «Приятного аппетита!» Пожелала она, усаживаясь напротив меня. «Спасибо, ничего не сказали за счет опоздания. А кто мне что скажет? Я же по делу. Пионера вон одного одевала, чтобы на весь союз наш лагерь... Черт. Чтобы на весь на весь союз наш лагерь не ославил. Когда она излагалась таким образом, она выглядела чуть ли не героем. Если бы это был я на ее месте, то получил бы по шапке и записался у Ольги Дмитриевны вечные накосячившие с призывом тяжелой работы по первому списку. Славя умудрилась это обстрелить так, что она выходит героем, да еще поощрение какое-нибудь получит. И почему же я не умею так же приспособиться? Потому что ты интроверт, затворник, любимец забияк в юбках и женщин пенсионного возраста. Надеюсь, Мику там без меня управится. Тихий час же, вещать не надо. А то, что вы не успели это делать, она до пяти часов неуспешно разберет. Думаешь? Уверена. Славя прикончила суп и оставила тарелку. Послушай, можно спросить тебя о кое-чем? Эээ, о чем? Да не волнуйся ты так, ничего смертельного. Она стала объяснять. Ты молодец, что наношел радиоведущую, но проблема в том, что теперь Мику чисто физически не может совмещать свою концернную деятельность и функции диск-жокея. Поэтому мне нужен кто-то, кто поможет в организации концерта младший взрослым. И я не вижу лучшей кандидатуры, чем ты. И что же во мне такого хорошего? Ты умеешь общаться с детьми. Я? Тут она, конечно, меня сразила на повал. Из всей детей я общался только с Ульяной. И я не могу сказать, что наше общение было продуктивным. Да, перераспытать Мику и отучить ее болтать за полтора свидания это определенный талант. Логика в ее словах была извращенной, дикой, неоспоримой. Вздохнул, я согласился. Надеюсь, дедишки не прикончат меня во время своих игрищ. Нет. Сейчас смотрим репетицию, с кем надо повторим, а ближе к полуднику разберемся с аппаратурой. А как же... Мику, не волнуйся. Я еще до обеда предупредила. Как до обеда? Мы же вместе... Ты во сколько встал? Кажется, ей никогда не надоест смеяться надо мной. Вот пока ты спал, я уже обо всем и договорилась. Значит, ты уже все за меня решила, да? Ха-ха, без тебя и тебя женили. Она выглядела крайне довольна собой. Ты уж извини, но на данный момент единственный свободный пионер это ты. Мику без тебя дополнительно управится. У эстрады меня ожидал сюрприз. Мику, как ты здесь оказалась? Ой, привет, Сенечка, привет, Славя. Ко мне Орга Дмитрина зашла в руку и сказал, что той бы и шла и пока в свободное время проводила репетицию. Сейчас же тихий час, значит радио не нужно, верно? Дождавшись моего кивка, она продолжила. Вот и я здесь, и ты тоже, как здорово. Вдвоем будет еще веселее. Вдвоем? Извини, не успела предупредить, ко мне тут матушка прибывает, так что не могу помочь. Эх, Славя, Славя, мы тебе помогаем, мы тебе помогаем с этим концертом, разбираемся, а ты нас так подставляешь. Нет, я не против побыть с Мику, это даже плюс. Но простите, по пардон, Лемуа, почему вы меня так подставляете? Сказал, я тебе помогу, в итоге я один с Мику все делаю. Так дела не делаются, Славя. Она самую чуточку покраснела, неловко прихватив пальцами подол юбки, безознательно мяла ткань. Девочка смутилась. Удивительно, не думал, что ей понятно, не знакомо ей понятие смущения. Ага, значит, щегать обнаженными телецами нас не пугает, а не смущает, а забыть предупредить, это верный повод провалиться сквозь землю от стыда. Полагая, смущаться о баньке поздновато. А здесь я могу вполне вбрыкнуть и отказаться. И будут они вдвоем с матушкой пионеров репетировать. Сели он за подождать лучшую пионерку в лагере в лицемерии? На такое даже меня не хватит. А теперь я убегаю. Мику, раз ты здесь, то веди его курс дела, пожалуйста. Помахав нам, девушка убежала по тропинке, ведущей к моему домику, то есть домику вожатой. Короче, понятно. А еще несколько минут спустя, Мику окликнул какой-то немолодой мужчина. И она обрадовалась так, что я даже без объяснений понял, кто он такой. В результате я оказался один. Семен, я могу тебя официально поздравить, ты олух. Тебя запрягли снова в работу. Уже не первый раз. Поздравляю. Тут нужно похлопать. Действительно, тут нужно похлопать. Только сейчас мне пришло в голову, что меня по сути запрягли. Только сейчас до тебя это дошло. Забавно. Даже не спрашивая. Не, почему тебя спросили? Ты почти не отказывался. Ты практически сказал да. Сказали, что теперь я контроль качества. Попросили не лажать и сделали ручкой на прощание. Если бы воочию не видел, решил, что это Ольга Дмитриевна секундочку пряталась в мику. Вздохнув, я уселся на свое место и кивнул следующим артистам. Нервничал я первые полчаса, не более. Потом смирился. Через час начал скучать, морщись от особо громких воплей, издаваемых молодыми глотками. По счастью, некоторые вожатые были достаточно искушенными в деле приобщения детей к прекрасному и подозревая, что на сцену пробились самые упертые крикуны. К счастью, среди них попадались те, кто худно, бедно умели попадать в лад. От таких я отдыхал. Конечно, не так хорошо, как на танцорах, но все-таки. Еще пяток моих номеров и я поставил последнюю галочку в таблице. А там уже горн прозвучал. «Всем спасибо!» произнес я уже смелевшим голосом микрофон. «Все свободны!» И, обесточив аппаратуру, я отправился в столовую. Голова уже кругом от такого количества патриотических песнопений, что пришлось воспринять. Ольга Дмитриевна уже стояла у столовой и, улыбаясь, зажидалась меня. «Ну что, как тебе репетиция?» «Никак, забирайте ваш список и забудем этот кошмар». «Правда?» «А я думал, согласишься вести концерт». Меня передернуло. «Да вы знаете, что-то не хочется». «Почему?» «Я думал, тебе нравится вся эта концертная кухня. Вон вокруг... Вон как вокруг мига убиваешься». «Так, эта беседа перестает быть томной». Я выдохнул и мысленно посчитал до десяти. «Не знаю, что вы там себе придумали или услышали от кого-то, но я вокруг никого не убиваюсь. А концерт проведете сами». Скомканный лист упал в пыль у ног вожатой, а я уже был в столовой. «Меня трясло от злости». Забежав в помещение, я в лоб в лоб столкнулся с Ульянкой. «Эй, осторожней!» Девочка хотела уже было обидеться, но, видимо, прочитав что-то на моем лице, она мгновенно свернула все претензии и просочилась мимо от меня к двери. Фух. А я направил с дачи, где отделили стаканом киселян и булочкой. Так, давайте мы, наверное, на полуднике и закончим, потому что серия уже идет привычные полчаса, так бы, чтобы не уставать вам от моего вечного запоминания и чтобы вы могли как-то передохнуть. Ну что ж, с вами был Карсенган, подписываемся, ставим лайки, заходим в нашу группу, там нас, я уже не буду повторяться сильно, там очень весело, много всего необычного и классного. Заходите, у нас там сейчас, кстати, стримы начали уже более-менее активно проводиться и вообще там хорошо. Ну что ж, с вами был Как повторяюсь, Карсенган, не болейте.